всем огромный привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами приготовим очень вкусный салат из баклажанов на зиму который называется бакат результат превзошел все наши ожидания получился безумно вкусный салат идеальное сочетание всех специй готовьте обязательно рекомендуем проверено малоежками мы его уже продегустировали на нашем мог банк канале куда мы вас всех и приглашаем ссылочка как всегда внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами также кто еще не знаком с нашим семейным каналом приглашаем всех по ссылочке внизу в описании под этим видео все эти рецепты снимаем для вас с любовью из турции добро пожаловать на наш семейный канал будем рады видеть каждого из вас но и сейчас оставайтесь со мной я вам подробно расскажу как приготовить вкуснейший салат из баклажанов на зиму бакат мы начинаем итак друзья сегодня готовим вкуснейший салат из баклажанов который называется бакат для этого нам потребуется 1 килограмм баклажанов 1 килограмм помидоров пол килограмма уже в очищенном виде у меня здесь моркови пол килограмма болгарского перца также нам потребуется пучок петрушки головка чеснока полторы столовые ложки соли 75 грамм сахара 25 миллилитров девяти процентного уксуса и 100 миллилитров растительного масла для начала нам необходимо нарезать все овощи баклажаны будем нарезать кубиками срезаем несъедобную часть задней стороны при необходимости тоже срезаем дальше режем следующим образом я разрезаю пополам учитывая что у меня баклажаны очень-очень мелкие разрезаю еще раз пополам и кубиками стороной примерно полтора два сантиметра вот такие кубики у нас с вами получаются вот такими достаточно крупными кубиками сейчас полностью нарежу все баклажаны затем покажу что делать дальше итак баклажаны я нарезала и отправляем к ним половину столовой ложки соли и одну столовую ложку я положу когда уже буду непосредственно готовить салат все хорошо перемешиваем баклажаны посолили пока их убираем в сторону далее на очереди у нас болгарский перец болгарский перец разрезаю пополам удаляю семена плодоножку и перегородки далее болгарский разрезаю еще раз пополам и болгарский нарезаем на такие же крупные кубики как и баклажаны можно вот так на три части чтобы примерно полтора два сантиметра сторона кубиков у нас получалось таким образом сейчас полностью нарежу все болгарские перцы болгарский у нас нарезан вот такое количество получилось дальше на очереди у нас марку морковку просто натираем на крупной терке вот такая морковная стружка у нас получается таким образом поступим со всей оставшись таким образом сейчас полностью натру всю морковку и так друзья морковку я натерла пока ее тоже убираем в сторону далее нам с вами необходимо почистить чеснок чеснок я чищу следующим образом сначала удаляю вот эти внешние пленки и чеснок разбиваю на зубчики зубчики помещаю в глубокую чашку далее в чашку заливаем крутой кипяток буквально 5-6 секунд и кипяток сливаем дальше друзья смотрите раз-два легкими движениями руки вот так очищаем чеснок сейчас полностью почищу весь чеснок затем покажу что делать дальше все друзья чеснок я почистила срезала вот эти кончики достаточно быстро у меня все получилось пока убираем сторону его дальше нам необходимо подготовить помидоры помидоры мы будем прокручивать через блендер можно пропустить через мясорубку поэтому разрезаем на удобные для нас кусочки я разрезаю пополам чтобы плодоножка оставалась на одной стороне дальше вот таким треугольничком вырезаю плодоножку все остальное просто разрезаю кубиками стороной примерно тоже два сантиметра мне такими кусочками удобнее помещать помидоры в блендер таким образом я подготавливаю помидоры помидоры я подготовила и как я уже сказала пропускать их будут через блендер блендер отправляем помидоры сюда же отправляем чеснок ранее очищенный и вымытый закрываем крышку подсоединяем мотор и измельчаем измельченные помидоры отправляем в чашку и точно так же поступаем со всеми оставшимися помидорами помидоры я все перекрутила через блендер нам осталось только с вами нарезать петрушку от петрушки срезаем вот эти палочковые части я их не использую кто-то нам из зрителей пишет что используют и даже очень полезно полезнее чем даже листочки но я их выкидываю все остальное просто нарезаю мелко примерно по 2-3 миллиметров толщиной зелень нарезаю все друзья зелень я нарезала можно приступать к приготовлению салата далее друзья берем кастрюлю в которую отправляем 100 миллилитров растительного масла отправляем перекрученные томаты с чесноком сюда же отправляем 75 грамм сахара столовую ложку соли все хорошо перемешиваем и отправляем наши томаты на плиту на максимальный огонь дожидаемся закипания и так когда томаты наши закипели отправляем к ним морковку баклажаны баклажаны при необходимости если они у вас горчат можно промыть на этом этапе и болгарский перец хорошо все перемешиваем продолжаем варить наш салат на максимальном огне с момента как салат наш закипит будем уменьшать газ и при умеренном кипении под закрытой крышкой варить салат в течение 30 минут салат наш закипел закрываем крышкой газ ставлю пока средний из этого момента засекаю время в течение 30 минут будет готовиться наш салат периодически не забываем открывать крышку и перемешивать наш салат и так прошло у нас ровно 20 минут вот при таком умеренном кипении варим наш салат осталось ему вариться буквально 10 минут за 10 минут до готовности отправляем петрушку 25 миллилитров девяти процентного уксуса все хорошо перемешиваем закрываем опять крышку и варим еще в течение 10 минут итак друзья прошло у нас с момента как мы закрыли крышкой как закипел наш салат ровно 30 минут отключаем газ и можно теперь салат отправлять стерилизованные банки и закатывать итак друзья берем воронку с широким горлом устанавливаем на банку и при помощи половника чтобы и жидкая составляющая салата и густая попадала полностью в банку воронку перекладываю на следующую банку а салат закатываю стерилизованной крышкой одной рукой при помощи салфетки придерживаю банку второй рукой закатываю крепко крышку и переворачиваю вверх дном таким образом сейчас буду заполнять банки до тех пор пока у меня не закончится салат чуть позже скажу сколько в итоге на выходе получилось у меня банок банки у меня объемом 600 миллилитров что касается стерилизации стерилизую я банки следующим образом чистые банки помещаю в духовку в холодную и разогреваю ее до 160 градусов как только духовка разогрелась с этого момента засекаю 15 минут в течение 15 минут стерилизую банки что касается крышек то их есть реализую в статейнике кипячу в течение 10 минут с момента закипания вот так хорошенько закручиваем и переворачиваем вверх дном итак друзья в итоге у меня получилось 4 полные 600 миллилитровые банки и одна неполная 600 миллилитровая но ее можно было не закатывать я ее закатала чтобы чуть позже на мог банк канале ее открыть и продегустировать вместе с вами но если будете закатывать то вот последнюю баночку берите поменьше салат наш закрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось запах обалденный нам с алексеем уже не терпится попробовать этот салат на нашему банк канале куда молод всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова